Доброе утро, дорогие телезрители! Напоминаем, сегодня 26 мая, четверг. Это программа «Женакун» и мы продолжаем. Не так давно был представлен новый электронный голосовой помощник под названием «ВИФ». От своих аналогов на Винго отличаются улучшенные системы распознания команд, а также способностью поиска ответов на любые вопросы пользователя. Причем по точности выдаваемых результатов «ВИФ» на голову опережает своих ближайших конкурентов. Что еще интересного произошло в мире, узнаем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коровы стали музами и натурщицами английского художника Джона Маршалла. Он много времени проводит с животными. Не случайно то, что его мастерская располагается в бывшей молочной ферме. Прежде чем перенести образы на холст, художник фотографирует коров на лугу. По его словам, каждое животное обладает собственным характером, и фотокамера помогает лучше уловить его. Джон работает кистями, длина которых превышает полметра. Сначала он наносит на холст контур будущего произведения, обозначает зоны света и тени. На одну его работу может уйти несколько недель. За последний год он продал примерно 40 холстов. В Гаване состоялась гонка моторных лодок. Подобные морские соревнования между США и Кубой прекратились в 1958 году. И вот после почти 60-летнего перерыва на остров приехала первая международная группа спортсменов. Жители кубинской столицы, наблюдавшие за прибытием лодок с набережной, радовались этому событию. Всего на этот год запланировано 18 различных морских соревнований с участием представителей двух стран. Профессиональные спортсмены и любители собрались на стадионе в столице Чили, Сантьяго, чтобы побить мировой рекорд по продолжительности футбольного матча. 3000 человек собираются провести игру длительностью 120 часов. Сейчас рекорд принадлежит шотландцам, которые в прошлом году гоняли мяч 105 часов без перерыва. Согласно плану, каждый участник должен провести на поле не менее часа. В Нью-Йорке проходит аукцион, на котором выставлены около 300 личных вещей одного из самых известных джазовых музыкантов 20 века – Дюка Эллингтона. Почти полстолетия они хранились в доме его сестры Рут. После ее смерти они оказались на семейном складе. Наследники решили выставить их на торги. Среди лотов – концертные костюмы, нотные записи, всевозможные награды и призы, включая присужденную посмертно полицеровскую премию. С молотка уйдут также рисунки Дюка Эллингтона. 66 лет назад, в 1950 году, родился Айдос Жумадзилда Олы Бектемир, актер Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Уэзова. Он снимался у таких фильмов, как «Сибирь», «Провинциальный роман», «Чокан», «Агаэнде», а также «Бржан Сал». Список памятных событий дня сегодняшнего продолжат корреспонденты программы «Жанакун». 58 лет назад родился Келебаев Бахаджан Сатарбекович, сценарист, режиссер, актер и продюсер. В 2004 году полотно известного русского символиста Михаила Нестерова «Покой на земле» продано на лондонском аукционе. 44 года назад, в этот день, в Мюнхене состоялось открытие Олимпийского стадиона. В 2013 году, в рамках Экспо-2017, под строительство «Зеленого квартала» выделено 100 гектар. В этот день, четыре года назад, в Караганде прошел театральный фестиваль экспериментальных спектаклей «В ногу со временем». В 2011 году Международный аэропорт города Ахтал стал победителем конкурса «Лучший аэропорт года стран СНГ» в номинации «Перспективно развивающийся аэропорт». Пять лет назад, в Московском музее «Дом Бурганова» прошла выставка работ известной казахстанской художницы Марины Шариповой. 26 мая в 2011 году в Астане состоялась презентация персональной выставки доцента факультета живописи «Лейлы Махат. Невыносимая легкость». 16 лет назад, в Шемкенте, перед зданием Южно-Казахстанского государственного университета, был установлен памятник Мухтару Ауэзову. Сальса – это прежде всего танец импровизации, где партнер может комбинировать и придумывать движение на ходу. А партнерша должна уметь правильно следовать и исполнять задуманное. По словам хореографов, сальса помогает людям быстрее избавиться от застенчивости. Больше интересных фактов об этом танце вы узнаете прямо сейчас. Танец сальса с испанского переводится как «соус». Название вполне оправданное, так как он сочетает в себе смешение нескольких стилей. Существует такое понятие, как социальная сальса. Танцоры занимаются лишь для себя, не готовясь к соревнованиям и чемпионатам. Частенько единомышленники просто собираются на танцевальных вечерах и с пользой проводят время. От девушки требуется только одно – полное доверие к партнеру и понимание того, что бы хотел партнер получить в тот или иной момент. И желательно, конечно, в этот момент следовать. Ну и по мере возможностей и по мере того, чему вас научили уже в школе, проявлять себя, показывать движение. В общем, слегка кокетничать, слегка флиртовать, слегка проявлять себя тем образом, что вы чувствуете в данный момент. Свои эмоции и чувства по отношению к партнеру. Может показаться, что сальса – танец спокойный, но это только на первый взгляд. Танец изменяется почти каждый день. Добавляются новые движения, различные акробатические элементы лучшими танцорами мира. И для того, чтобы выполнять подобного рода опасные движения, необходима будет хорошая подготовка. Акробатические элементы, но они применяются только тогда, когда пара выступает на каких-либо соревнованиях. Это могут быть и перевороты, могут быть и колеса, могут быть и, ну, например, какие-то движения на полу даже, да. Могут быть и шпагаты, и даже сальто может быть. Если вы хотите уже достичь более высокого уровня, конечно, для этого необходимо заниматься растяжкой. Это обязательно. Если, конечно, вы хотите определенного уровня достичь, вот, необходимо обязательно заниматься своей гибкостью. Чаще всего дополнительными видами спорта занимаются лишь те танцоры, кто планирует участвовать в танцевальных конкурсах. Танцуя социальную сальсу, достаточно знать лишь базовые движения. Одесса для сальза достаточно такая удобная и непривередливая. Допустим, в бальных танцах там есть определенные требования. Здесь главное, чтобы было комфортно и удобно. Маечка, бриджи, шорты, спортивные брюки и удобная обувь там. Кроссовочки на плоской подошве. Очень часто покупают джазовочки вот такие очень удобные. Как и в жизни, партнер должен сделать все, чтобы девочке понравился танец. То есть партнер ведет девочку на танец, создает фигуру, он импровизирует. Есть определенная база фигур, смешивая инкредиенты сальсы, он начинает создавать фигуры. Девочка следует за фигурами и украшает. А задача мальчика – вести на фигуру, создавать танец и смотреть, чтобы нигде не удариться, покомпактнее танцевать, оберегать девочку. Этот латиноамериканский танец полюбился многим танцорам по всему миру. Однажды придуманные эмигрантами движения и ритмы смогли создать такое мощное направление в латиноамериканских танцах. И началась новая волна, несущая в себе романтику, страсть, проявляемую посредством танца. Хайра Турына Фельха Майупов, Жанна Кун. В студии программы Жанна Кун врач-эндокринолог Рамиль Хайрулин, который расскажет нам о причинах гормональных нарушений. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите нам, Рамиль, о самых распространённых гормональных нарушениях. Самые распространённые нарушения – это, в первую очередь, конечно, ожирение, потом нарушение щитовидной железы, то есть гипотиреоз, и, конечно же, стрессы. Разные причины. А в чём… ну, ожирение понятно, оно как бы так выражается в полноте. А стресс каким образом… Смотрите, стресс, вот как в норме должен проходить стресс. Видим мы в дикой природе тигра, гормоны, наш организм выделяет гормоны стресса, которые готовят нас к тому, чтобы драться или бежать. Но сейчас у нас какие стрессы? Вас нам в налоговую вызвали, начальник накричал, с ребёнком что-то случилось. И реакция организма на всё это точно такая же, как будто перед вами тигр. Но вы не можете ни убежать от этой ситуации, ни подраться ни с кем из присутствующих, чтобы эти гормоны потратить. Поэтому гормоны стресса накапливаются у современного человека в организме и буквально сжирают нас изнутри. Они перемалывают ваши мышцы и кости и медленно, но уверенно превращают их в жир. Ну хорошо. Это не такой помощный эффект. Если это не тигр, если это проблемы, которые нужно и необходимо решать, тогда как делать выплеск этих гормональных вспышек? Чтобы освободить себя. Самое основное – это, конечно, философский подход к жизни. То есть изучая, опять же, рекомендую изучить философию стоицизма или буддизма, это так называемый лёгкий пофигизм. Вот есть вещи, о которых люди зачастую волнуются, но при этом никак не могут на них повлиять. Вот, допустим, некоторые люди боятся, что конец света наступит. Да, есть такие люди. Но вы никак не можете на это повлиять, поэтому беспокоиться об этом смысла нет. Нет. Зачем загружать, да? Да, безусловно. А если постоянно человек будет в таком стрессе находиться, находиться, у него со временем стресс перейдёт в такое состояние, как называется, синдром истощения надпочечников. То есть, когда постоянно большое количество гормонов стресса выделяется, рано или поздно они истощаются просто. И у человека, наоборот, будут минимальные уровни гормонов стресса, из-за этого он будет очень плохо себя чувствовать, эта слабость, подавленность. Депрессия. Да, и депрессия, само собой. Ну, а если всё-таки гормональные нарушения произошли, как привести себя в норму? Ну, если уже нарушения есть, то в первую очередь, конечно, надо идти к врачу. Самолечением заниматься не надо. То есть, если проблема с кожей, нужно идти к эндокринологу, скажем так, в любом случае. Смотрите, если с кожей, то это может быть гормонное нарушение. В первую очередь, смотрим, идём к врачу общей практики или к терапевту. Он уже скажет, есть ли у вас какая-то проблема, и, как следствие, отправит соответствующую специалисту. Проблема с кожей та же самая. Может быть, это просто действительно истинная проблема с кожей, и, значит, нужен будет дерматолог. Или опять гормональные нарушения. Да, или гормональные нарушения, или кишечные нарушения, что потребуется и гастроэнтерола. Так что здесь уже от заболевания зависит. Рамиль, ну, вы нам всё так очень широко всё осветили, и мы теперь уже почти всё знаем про гормональные нарушения. А как избежать вот этих гормональных нарушений? Опять же, стиль питания и стиль жизни, само собой. Будь то стресс, будь то ожирение или гипотириоз, правильное питание и правильные физические нагрузки будут вам помогать. Ну, самое банальное испытание – это, само собой, исключение сладкого и мучного, то есть это вредно при всех заболеваниях, так или иначе. И физическая нагрузка в виде той же самой банальной ходьбы, она является своего рода динамической медитацией. Это помогает и при стрессах, и при куче других заболеваниях. Потому что, когда человек просто ходит, у него и мозг начинает работать лучше, и сосуды начинают работать лучше. Так что гуляйте и относитесь к жизни с лёгким пофигизмом. Спасибо. Хороший совет. Дорогие друзья, я его продолжаю. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я расскажу вам о редком, но интересном виде творчества оригами. Искусство складывания фигур из бумаг возникло в далёком 17 веке в Японии и было доступно только для представителей высших сословий. Сейчас оригами может заняться любой желающий без ограничений. Вот уже на протяжении 10 лет Ольга занимается преподаванием оригами как для детей в возрасте от 5 лет, так и для взрослых. Любовь к этому искусству нашей героини появилась ещё со студенческих времён. Оригами привлекло её в первую очередь яркими образами, красотой фигур и доступностью. У нас распространены несколько таких основных видов оригами. Это простое оригами, модульное оригами, когда создаётся один модуль, но фигура создаётся путём складывания и объединения большого количества модулей. Получаются очень эффектные фигуры. Далее существуют кусудамы. Это складывание бумаги в виде шаров. Тоже очень красиво, эффектно. Киригами в виде открыток. Мокрое складывание, но это уже более сложные работы для таких серьёзных мастеров. И также складывание по каким-то предварительным линиям. То есть на самом деле оригами очень много видов, подвидов и так далее. Для оригами требуется совсем немного материалов. Бумага формата А4, клей и ножницы. Большинство фигур делаются на основе квадрата. Самое главное, что нужно в этом деле – хорошее настроение и большое желание творить. Среди взрослых сейчас это тоже набирает популярность. Это такой немножко медитативный вид искусства, когда можно успокоиться, расслабиться и получить удовольствие чисто от складывания бумаги. При этом работает мелкая моторика, развивается память. То есть наряду с такими… Ты и отдыхаешь, и в то же время ты что-то создаёшь. То есть это очень позитивное, я считаю, такое направление в искусстве. Сейчас это как вариант делать какие-то необычные подарки своим родным и близким. Потому что немножко мы уже устали от стереотипных вещей и подарков, а своими руками вот сейчас возвращаются, когда люди начинают делать что-то своими руками, дарить друг другу. И это ценится, потому что в это вкладывается частичка души. Постигнув азы оригами, Ольга твёрдо была убеждена, что хочет преподавать. Ведь по её словам, когда ты умеешь что-то делать хорошо, всегда хочется научить этому других. Научить видеть красоту и создавать её собственными руками, что может быть ценнее. Дорогие друзья, на нашем мастер-классе сегодня у меня получилась вот такая замечательная открытка, которую можно подарить своим любимым и близким людям. Мой вам совет, дорогие телезрители, вдохновляйтесь на новые достижения. Сандиана Калтай, Надир Салимов, Жанг Акун. Вот уже 13-ю весну подряд утка по имени Ванесса выводит утят во внутреннем дворе одной из начальных школ штата Мичиган. И каждый год работа школы на некоторое время приостанавливается, чтобы Ванесса и её малыши смогли беспрепятственно добраться до ближайшего пруда. В нашей программе нечто подобное происходит каждый раз, когда наступает время постоянной рубрики «Балапандар». Потому что зайцы, они, кажется, домашние, а кролики дикие. Дикие кролики, а… нет, наоборот, кролики домашние, а зайцы дикие. Уши у них похожи, только маленькие. Они отмечаются ушками. Зайцы бегают на двух ногах, а кролик на четверых. У кроликов уши побольше. А… ну, наверное, потому что кролики – это большие кролики, а зайцы – это маленькие. Кролики, они живут в лесу, а зайцы живут у соседей, это, людей, потому что они домашние. Зайцы в лесу, а кролики – домашние. Ещё они отлицаются, потому что у домашних кроликов милые глазки, а у тех зайцев – красные. Потому что они похожи очень, и у них отличия очень похожи. Стих называется «Времена года». Приду на мать, до свидания, лена. Вот лета и осень, земла и весна. Приходит весна, зеленеет леса, и птичьи повсюду звенят голоса. А лето пришло, всё под солнцем цветёт. И спелые ягоды просятся в рот. Игорь Благодарный, певец. Окончил школу для одарённых детей имени Куляш Байсейтовый, а также Казахскую консерваторию имени Курман-Газе. Регулярно участвует в благотворительных концертах. Неоднократно становился лауреатом и дипломантом международных конкурсов. Игорь, здравствуйте. Доброе утро. Позвольте нам поздравить вас с днём рождения. Спасибо большое. Сегодня 26 мая у вас день рождения. Да. Не будем спрашивать, сколько лет. Желаем вам всего самого-самого наилучшего. Чтобы всё было хорошо. Чтобы ваша семья сегодня хорошо отпраздновала этот день. Спасибо. Игорь, скажите вначале, с чего началось ваше увлечение музыкой? С рождения, наверное. Как с первых, сразу с первого шага. В смысле с первого рождения, сразу с первого клика, это уже увлечение музыкой. Да, наверное, оно так и было, потому что я ещё с пяти лет помню, когда мама переключала каналы на наших старых телевизорах. И я останавливал её именно на том моменте, где шёл либо концерт какой-то классической музыки, либо какая-то опера шла. Раньше же всё часто это шло в эфир. Да, фильмов было мало, программ было мало, вот всё время шла музыка, музыка, да. Ну хорошо, потом зарослели, но уже лет в 14, когда подростки начинают интересоваться популярной музыкой. Не произошёл такой перелом? Да, произошёл перелом, я стал интересоваться более популярной музыкой, то есть Моцартом, Бахом, Петховеном. Тоже хорошо. На самом деле был такой, конечно, было, потому что мы даже в школе, я закончил республиканскую специальную музыкальную школу для одарённых детей имени Куляш Байситовой, здесь у нас в Алмате, и, конечно, мы все классики, естественно, у нас учились все там с шести, с пяти лет, и как-то это было уже, наверное, начало в седьмой, восьмой, девятый класс, мы организовали собственную группу и начали играть. Мы, наверное, были одни из первых, кто сыграл в этой школе рок. Ну какие же вы инструменты играли там? Я играл на барабанах. Так, а остальные? Друзья играли, у меня Бахтиар Кусейнов, вот мой одноклассник, он вообще был пианист, он нас играл на клавишах, Никита Карев, сейчас композитор, он играл на бас-гитаре, а, нет, он играл на гитаре, на соло-гитаре, это я помню. И, конечно, ордобек, скрипач, он играл у нас на бас-гитаре, я на барабанах. И как это было воспринято? Ой, прекрасно, вы знаете, особенно, когда это был такой, это наш был первый концерт, когда мы играли в большом зале у нас в школе, все учителя, как обычно было, начало официальное, там вышли, что-то поговорили, вышли, кто-то на скрипке сыграл, кто-то там сыграл на фортепиано, какой-то концерт, я уже не помню. И тут выходим мы с длинными волосами, с гитарами, естественно, у нас усилители, колонки и все такое, и звук, естественно, погромче. Учителя сидят в предвкушении чего-то, ну, необычного, может быть, ну, где-то похожего, что-то на то, что было раньше. Тут мы вышли из первых аккордов, когда звучали наши киловатты, учителей вот такие глаза стали сразу, они не поняли, что такое, что случилось, как это так получилось. Вот был такой у меня первый самый опыт, связанный с эстрадой. И с публичным выступлением в эстраде, да? Да, именно. А что было потом? Потом я закончил школу, поступил в консерваторию, на втором курсе я начал заниматься вокалом у профессора, прекрасного, замечательного педагога моего, Гафис Гадрыча Исимова. Я закончил консерваторию и попал в группу Максим Сергеевич, в эстрадную группу Максим Сергеевич, рок-группу. Но на самом деле, скажу, что мне было очень сложно перестроиться после классики, я баритон. Вообще, все-таки, рок, это все-таки больше для теноров. Да. А я баритон, и после классики мне как-то вообще, я классик изначальный, и тут вдруг так резко, просто сразу меня кидают в рок. Это даже не просто там попса, да, или там, ну, такая слабая эстрада, это рок, серьезный рок. И так получилось, что я попал в эту группу, и было, на самом деле, очень тяжело мне сначала. Ну, потом как-то год-два я привык, и даже записали мой альбом, и со многими российскими звездами мы работали, также со смысловыми галлюцинациями у нас клип снимали в Москве. Ну, и вот так как-то пошло. Я попал из классики в эстраду именно вот так вот резко. Волной. Слушай, я даже не предполагал, что я вообще когда-то буду петь рок, я себя видел оперным певцом, и, наверное, не только я, и педагог мой тоже. А тут что-то произошло вот так вот раз, просто мне давали направление в оперный театр, я почему-то не пошел тогда. Я уже работал в оркестре в оперном театре лет пять, наверное. И тут вдруг так получается, что вот я попадаю в рок-группу. Ну, и все, отсюда начался мой путь именно как уже эстрадного певца. Был какой-то период вот это докризисный, помните вы, когда у нас гуляли все, гуляли каждый день и гуляли везде. Тогда было действительно, у нас каждый день образовывались новые группы, у нас тогда каждый день образовывались какие-то новые, ну, так скажем, солисты. И как раз вот в этот период так получилось, что я пошел работать в ресторан. Не знаю, с чем это связано было, не помню. Ну, просто, может быть, это определенный такой новый, опять же, шаг, направление был. И я уже стал петь ретро. Я стал петь ближе к Антонову какие-то песни. Я стал петь уже что-то из репертуара Магомаева. Я уже стал петь из репертуара Лещенко. И как-то я начал ощущать и понимать, что это действительно вот, вот это мое. Вот оно мое. Я могу петь, пожалуйста. Я сейчас занимаюсь, и бывает на концертах я пою и классику с удовольствием. Но все-таки направление эстрада и классика, я бы ставил их рядом, но я не ставил бы их в один ряд. Потому что, на самом деле, вот направление классики, да, например, и эстрада таковой, какую мы ее знаем, да, и какая у нас сейчас здесь, в принципе, она есть. Это два разных направления. Но это же вам не помешало сейчас быть солистом казахской старственной филармонии имени Джамбола, да? Да, я солист оркестра государства духового, причем мы уже работаем давно. Я сначала работал с 99-го года, туда попал как волторнист, потом, опять же говорю, вот закончил консерваторию, уже пришел туда в эстрадную группу, тогда этот же коллектив. Ну, тоже духовой оркестр, там был он при Министерстве обороны, то есть Центральный военный оркестр. Да, да, да. Я пошел в Центральный военный оркестр солистом эстрадной группы. И так получилось, что я постепенно, 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 я поставил свой инструмент и ушел уже полностью в вокал. Ну, то есть, получается, вы получали образование и как вокалисты, и... Волторнист. Волторнист. Да, изначально, конечно, потому что я закончил боситовскую школу, я закончил ее как волторнист, потому что у нас вокальной кафедры там не было, она, в принципе, там и не может быть, ломка голоса. Она только в эстрадном, получается, в эстрадном училище у нас. Да, а училище по-любому, ребята приходят после 18, когда же ломка случилась, а у меня как-то она так прошла вообще незаметно, и позже, я даже сам не понял. Хорошо, Волторна, вокалист, и еще единственный в Казахстане... Исполнитель музыки на волынке. Да, это так. Это как случилось в вашей биографии. А вот на волынке, хорошо, вот мы помним, что это за инструмент, да, а вот вы сейчас еще раз напомните нашим зрителям же, многие, ну, не помним, что такое волынка, правильно? Да, это мешок с дронами и с чантором, то есть, если перевести, то переводится, 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 как это сольная дудочка. Вот, волынок на самом деле бывает, сколько народов, столько и волынок. У каждого народа на земле, наверное, есть своя волынка. А вот меня заинтересовала именно шотландская волынка, мы ездили как раз с духовым оркестром, ездили на фестиваль в Германию, очень большой был фестиваль. Кстати говоря, мы там заняли единственное первое место среди ста с лишним оркестров, наш коллектив занял филармонию джамбала. Да, наш духовой оркестр. И я этим очень горжусь, это на самом деле была такая достойная победа. И там я увидел среди вот этих многих оркестров оркестр волынчиков, но он не был из Шотландии, по-моему, они были из Голландии, но это был оркестр шотландских волынчиков, то есть, они были все в килтах. Мне очень это понравилось, я решил этот проект привезти сюда, к нам, в страну, и сделал это. То есть, здесь вы самоучка? Ну, как бы, самоучка, я меня уже, может быть, да, может быть, самоучка. Вам некому было преподавать волынку, игру, технику игры на волынке? Мне было легче, потому что я профессиональный музыкант. Ну, то есть, нет, вот на волынке там тоже нужно нажимать меха какой-то там, в какой-то момент зажимать ту, ты скажешь, ну, это же... Это на уровне интуиции, это на уровне ощущений, и это все-таки мой опыт музыканта тоже сказался, потому что я буквально за год, наверное, я освоил инструмент. Я не скажу, что его, я его, ну, как и любой инструмент, нет предела совершенства. Но какие-то произведения я уже стал играть, то есть, я могу по нотам играть. А где вы приобрели волынку первую? Я заказывал в Шотландии. То есть, вы заказывали где-то там на родине, да, получается? Да, я заказывал в Шотландии, это Маккалм, самая известная волынка, ну, в смысле, самая известная... А вообще, они дорогие еще инструменты эти? Ну, от 700 фунтов, это самое ученическое где-то от 700, а уже выше там где-то 1800, около 2000 фунтов. Ну, это уже дорогое удовольствие. Дорогое, да, но я скажу, да, когда я искал, я нашел друга, познакомился, то есть, тогда с одним волынчиком из Москвы, потому что, во-первых, с ними очень тяжело разговаривать, с шотландцами. А, ну, да. Мой английский не... Да, да, да. И мой английский очень нехороший вместе с их шотландским. То есть, можно сказать, что это два разных языка, да, для тех, кто не знает английский как родной язык. Сначала я позвонил в Лондон Камеле Бесингалиевой, это моя одноклассница. Я говорю, Камеле, помоги мне купить волынку, я не могу понять, куда я звоню. Она говорит, все правильно, ты разговаривала. Я говорю, слушай, по-моему, там пакистанец какой-то со мной разговаривает. Она говорит, дай ее перезвоню. Перезвоню, и так, оказывается, она мне говорит, Игорь, ты разговаривал с чистейшим, чистокровнейшим шотландцем. Ну, так получилось, ну, что я... Я просто, мы друг друга не поняли. Ну, через переводчика поняли, я заказал инструмент и привез сюда. Привез и одежду, привез и сам инструмент. Килты я привез, да, у меня парадная выходная. У меня обязательно, у меня все положено. А в какие моменты хочется взять в руки волынку? И поволынить. И поволынить, да. В какие моменты? Да вот был недавно момент такой. Я вообще очень люблю природу. А волынка это такой... Вообще все любые музыкальные инструменты, они природные, они вообще... У них основа идет именно от природы, от природы человека, от природы, как она есть на самом деле. И просто приехал на дачу, что-то захотелось мне ночью поиграть. Я достал и поиграл. Было много аплодисментов. Ну, потому что интересно, в наших казахских горах, в казахских степях, в волынке шотландской, это вообще, это экзотика. А вообще, а не было такого желания, например, совместить вот в концертной деятельности игру на волынке, не знаю, сольное исполнение? И исполнение песен Магомаева? Нет, ну, может быть, допустим, духовой оркестр, да, и включить туда с оркестром. Я играл с оркестром, да, у меня был один концерт, когда я выходил сначала, я пел, потом мне пришлось переодеваться. Ну, это занимает немало времени, я вам скажу, вообще любая... Ну, если ты уже профессиональный волынщик и очень часто это делаешь, то я вам скажу, где-то в течение 15-20 минут можно одеться. А вот, Игорь, играя на волынке, что больше всего устает? Вот, руки, губы, локти, вот, где больше физических усилий? Везде, реально это очень тяжело. Вот, вот, меха надувать, это, как бы, очень тяжело. А ты еще совместить несколько движений. Ну, реально, это самый, вообще, он называется большая шотландская волынка. Это самая сложная из всех волынк. Есть еще ирландские волынки, есть грузинские, есть болгарские волынки, но именно по сложности, как сказать, по тяжести физической, это все-таки большая шотландская волынка самая сложная. Ну, у нее звука от 110 до и выше децибел она выдает. То есть это все, а это же все натуральное. Ну, да. А вот меха из чего сделаны? Раньше делали их из кожи, а сейчас за кожей очень тяжело ухаживать. Там же влага собирается. И начали делать специальный материал, который не... Ну, а помимо игры на волынке, помимо того, что вы являетесь солистом Духового оркестра, филармонии, какую музыку вы еще для себя, для души поете и слушаете? Как я вообще, это... То, что я делаю, это мое хобби. То, что я делаю, это все для души. То есть я вырос на песнях Магомаева, я вырос на песнях Кобзона, Лещина. Антонова. То есть, да, мой любимый композитор Шамшик Халдаяков, я пою его песни. Понятно. Ну что, нам было очень интересно беседовать с Игорем. Да, но Игоря надо отпускать, у него сегодня день рождения, ему нужно готовиться... Принимать гостей. И поздравления. И подарки. Ну, и в завершении подразиться пожелания нашему телезрителю. Ваш день. Дорогие телезрители, я хочу вам пожелать мира, счастья, добра, любви, радости. Любите друг друга и будьте любимы. Спасибо огромное. Спасибо. Дорогие друзья, это была программа Жанна Кун. На пришло время прощаться. День только начинается. Удачи вам. Пусть у вас будет хорошее настроение. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok